здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа черным по белому в студии я ведущий александр гурарье и на связи с нашей студии из иерусалима раввин доктор михаил финкель михаил здравствуйте добрый вечер добрый вечер ну я надеюсь уже в ближайшее будущее мы сможем встречаться опять у нас в студии карантин сходит на нет но тем не менее пока что приходится общаться виртуально михаил мы с вами где-то года полтора назад может быть чуть меньше беседовали о евангелии и в частности мы говорили о том а на каком собственной языке говорил иисус христос и на каком языке соответственно было написано евангелие и тогда в той программе ссылку на которой мы естественно дадим мы с вами говорили о том что вот то евангелие которым пользуется сейчас в настоящее время она как бы этот текст он скажем так не единственный что были другие тексты и может быть более точный может быть более правильные которые сожалению наших дней не дошли вот я бы хотел поподробнее об этом поговорить что это были за тексты и какие есть свидетельства о их наличии существования это очень действительно правильные вопросы как-то нас не доходили руки мы оставили действительно эту передачу с вопросом я даже видел что многие комментаторы хотели получить ответ и вот пришло время наверное пытаться пролить свет на эти вопросы действительно те четыре евангелия классические и одобренные всеми церквями которые есть и которые являются основой книг нового завета то есть святая святых христианской веры это далеко не все те евангелия которые изначально были и чтобы понять почему их 4 хотя например апостолов иисуса известно было 12 а почему и хотя бы не ну не 11 можно иуду не считать почему их только 4 почему то эти почему не другие почему они вот в такой форме до нас дошли много раз мы в прошлый раз просто передачи упоминали многочисленные противоречия которые есть многочисленные несостыковки с историей есть лингвистика и так далее почему же вот все вот именно так чтобы ответить на этот вопрос нам нужно перенестись назад во времени понять как это все произошло кто выбирал эти евангелия и вспомним в той передаче мы задали один из важнейших вопросов ваш вопрос александр вы сказали а какая же такая сила уничтожила остальные евангелии куда они делись помните разумеется вот и вот пытаемся давайте понять это нам нужно перенестись в 4 век нашей эры а во время правления римского императора константина константин вот тот самый император который первый именно константин объявил христианство религии всей римской империи национальной религии происходит в четвертом веке начало там трехсот каких-то годов и он изгонимой религии презираемый языческим римом той религии над которой насмехался нерон и многие другие римские императоры делают христианство национальной религией есть масса объяснений историков почему он это сделал понятно что религиозная христианская доктрина говорит о том что он увидел знак во время битвы он увидел крест на небе и понял что это истинная религия ученые светские ученые не христианские они говорят о том что на самом деле это все миф сказка на самом деле он видел слабеющий и хереющий рим у которому угрожают огромное количество врагов это германские племена начавшие войны с римом уже с 2 века нашей эры имена кельтов и многие другие в общем угроза идущие с севера и империю надо было как-то сделать монолитной дайте новую дыхание дайте новую религию новую идеологию и он решил сделать это с помощью христианства и вот этот самый император 325 году нашей эры собирает известнейший никейский собор куда он приглашает всех епископов христианских священников и говорит им ребят это не дело что у нас происходит у нас огромное количество версии евангелий которые ходят в новом народе то есть были евангелия и от учеников иисуса и от учеников учеников и были различные книги которые были дополнения к ним и были мистические книги и были и одно из них каждый противоречит другу он сказал непорядок это непорядок более того он сказал очень многие христиане считают что церковь как институт не нужна и основывают это на тех евангелиях которые сегодня распространяются в народе то есть они говорят о том что иисус якобы говорил что человек сам может общаться с богом напрямую без посредников а это не дело далее он сказал очень важно чтобы те книги которые есть подчеркивали сакральность власти что любая власть от бога и подчинение этой светской власти народу и тогда епископы на не песка на никейском соборе посоветовавшись друг с другом наделили императора римской империи священным правом решать этот вопрос за них то есть константин вчерашний язычник должен был бы решить какие евангелия настоящие какие и провести полную редакцию греческих текстов подчеркну что изначально и конечно же тексты евреев апостолов иисуса которые никогда не знали греческого языка может за редким исключением одного или двух писали все на арамейском языке и на иврите подчеркну что хотя они говорили на арамейском языке в обиходной жизни язык писания всегда был иврит это был язык торы язык священных книг и язык всех проповедей даже в евангелии в самом молитва иисуса богу на кресте хотя она записана там греками с ошибками там написано или или лама савахтани на самом деле на иврите на сказать или или лама азавтани бог мой бог мы почему-то оставил меня вот отсюда видно что иисус молился на иврите они на арамейском вот но потом это все пошло в греческое русло был на греческом языке написаны так далее вот император константин говорит все то писание где написано что церковь не нужно как институт это нужно убрать и изъять а было такое например евангелие очень популярная евангелие от фомы кстати фама это такое греческое имя как бы совершенно странная на самом деле фама это иуда еврейское имя иуда или иуда не иуда искариот второго апостола иисуса также звали иудой вот фама стал тома по-гречески а тома стал фама в общем так как и любое имя апостолов понятно что они не были не и павлами не петрами не андреями таких имен в древние иудеи с днем с огнем не сыскать было но греки так придумали их назвать и вот в этом евангелии от фамы например написана такая фраза от иисуса иисус говорит любой рожденной женщины не бог и в нему нельзя верить как в бога потому что он человек богу нужно молиться был бесконечный и никем не рожден подожди сам-то он вроде как тоже оса сам-то он это вы знаете смотря в какой евангелии смотреть потому что далеко не все христиане в разные эпохи верили в непорочное зачатие и верили в то что иисус родился таким чудесным путем и более того эта фраза из евангелия от фамы которая была понятно вымарана и все евангелие было запрещено и уничтожено потом константином она говорила о том что иисус не бог и что сам иисус говорил о том что он не бог и таких евангелий было очень много которые говорили что он не бог и что он просто был еврейским раввином проповедником и большинство верила что он мессия ведь концепция троицы она тоже более позднее это тоже потом уже на разных соборах включая и начиная с цех никейского и далее это все христианство строилась как из кубиков понятно что первые христиане никакой троицы и слыхом не слухи как о концепции что иисус бог эта концепция были позднее и сам иисус ни разу в жизни даже в евангелиях которые оставлены нам константином и его епископами не говорит о том что он есть некоторые какие-то намеки но опять-таки это после многочисленных редакций константина и команды мало того что константин значит оставил вот эти четыре евангелия сказал вот только это теперь истина идите и проповедуйте в церквях что только это настоящий евангелие остальных никогда не было но помимо этого он отдал приказ римской армии и всем служителям церкви и всем работникам государства и всем стукачам которые там были чтобы уничтожать нещадно и всячески преследовать любую христианскую семью и любого христианина у которого будут другие евангелия и началась страшнейшая охота на ведь огромнейший аппарат всей римской империи включая военный аппарат полицейский аппарат и церковный аппарат был пущен на то чтобы уничтожить остальные евангелия все было уничтожено сожжено мы понимаем что когда книги горят это напоминает нам о не самых лучших страницах в истории и мы говорим о том что все это было вот именно этот человек именно его аппарат колоссальный и уничтожил все остальные евангелия и внес все эти правки какие есть и создал ту религию которая стала называться христианством в том его обличии который мы знаем сегодня в то время было очень большое направление в христианство их назывались они назывались гностики гнозис это учение по-гречески гностики это ученые которые были мистически настроены христиане и вот они сохранили тайны эти евангелия и мы не знали о них ничего вплоть до конца 19 века вот в конце 19 века археологи европейские это были французы это были немцы которые ввели раскопки в египте нашли несколько этих евангелий причем в удивительной форме а в одном случае вскрыли могилу одного из монахов который похоронен был в восьмом веке в египте и его руках держал держал он книгу евангелия от тех апостолов которые которые были запрещены константин так было найдено евангелие полностью от фомы также было найдено от отрывки дошедшие до наших дней тоже в древнем египте в египте древних захоронениях были найдены также фрагменты евангелия от марии магдалины что поражает потому что да в дальнейших эпохах церковь задвинула женщину максимально и вот в этом евангелии которые записаны якобы со слов марии магдалина но опять-таки по-гречески все по-гречески еврит уже был полностью выморан но там описывается совершенно другая роль женщины что женщина мария магдалина была главнее всех апостолов и понимала все лучше чем они и отдельная тема о том кем была мария магдалина иисусу ведь тот образ мужчины который до 33 лет не знал женщины который сделан из иисуса при всем при том что он был человеком и ел и пил и делал все как человека дышал как человек но почему-то не был никогда с женщиной по официальным преданиям да ведь это тоже можно поставить под сомнение потому что это все то что является частью эпоса созданным константином императором и его ближайшим исподвижник что же мы имеем на поверку на поверку мы имеем хорошо отредактированную хорошо выверенную базу из письменных источников написано на языке которые не знали ни иисус не его апостолы по которым прошелся каток государственной и церковной цензуры а все остальные тексты и которые ставили под малейшие сомнения тотальный авторитет церкви тотальный авторитет государства как аппарата который и императора они были вымораны уничтожены любые тексты которые воспринимали иисуса не как бога и бога 未来 человек а века арби были уничтожены любые тексты которые воспринимали иисуса ко 250 который был иудеем соблюдавшим иудейские законы любые тексты где показали что его ученики все были иудеями которые соблюдали все иудеи законы были вымораны были уничтожены были настолько был приказ следом что был приказ даже убивать любого человека который был найден за тем что он пытался тайно сохранить эти свитки. И были многочисленные случаи, которые историки, причем то, что я сейчас говорю, об этом говорили многочисленные, серьезнейшие историки Англии, Франции, Германии, Америки, об этом говорилось на популярных научных каналах Discovery, убивали. Есть много примеров, когда убивали христиан как гностиков, так и негностиков, которые пытались тайно сохранить другую версию. Евангелий и другую версию того, кем был Иисус. И так далее. Ведь понимаете, что получалось? Ведь если бы это все оставалось в таком вот плюрализме, то не было бы монолитного института церкви, это раз. А два, не было бы тех концепций и догматов, которые потом появились. Ведь получается тогда картина, что у нас есть Рэбе, получается Равин, еврей, ваудеи, с еврейскими учениками, все они с бородами, в вермолках, все они обрезанные, все они соблюдают все еврейские заповеди, ходят в синагогу, ходят в Иерусалимский храм и мечтают о своем, проповедуют, говорят, возмущаются о оккупации Рима, живут своей сугубо еврейской жизнью. Вот это все очень не нравилось Риму. Это все нужно было как-то убрать. И вот самыми жестокими мерами это все было убрано. Знаете, у меня возникла ассоциация, может быть, немножко не к месту, по поводу 3-го, 4-го, 5-го собрания сочинений Ленина. Как вы помните, они тоже переиздавались. И я никогда не забуду, еще в немае студенческой молодости, у нас один молодой человек открыл и начал цитировать. И испуганный преподаватель закричал, что вы такое говорите, такого Ленин не мог написать. И оказалось, что это было не пятое издание, последнее, которое являлось официальным, а это было какое-то там четвертое или третье. И там совершенно другие были тексты. Вот как-то вот история повторяется в виде фарса. К сожалению, к сожалению, это так. И вы знаете, я хочу вспомнить незабвенного Михаила Афанасьевича Булгакова, который ведь в своей книге «Мастер и Маргарита», «Бессмертной книги» описал совершенно другого Иисуса, совершенно другую историю с совершенно другими учениками. А на что он полагался? Он полагался на те Евангелия, отчасти гнастические, отчасти нет, и на те предания, которые дошли до официальной версии. Помните, он там говорит, ходит за мной тут один, записывает. Да, не то он пишет, не говорит. А отец Булгаков, он же был преподавателем в духовной семинарии киевской, и он был величайшим ученым, богословом, и он делился своими взглядами далеко не стандартными, далеко не каноническими со своим сыном. И поэтому вот описание Булгакова, оно наиболее близко к реальности, к истории, которая на самом деле, скорее всего, была. Да, ну и в общем-то говорят, что Булгаков, как человек, получивший духовное образование, владел ивритом, поэтому у него и имена там такие же, там тот же кот-бегемот, это не потому, что он бегемот, потому, что это одно из имен дьявола и так далее. Да, совершенно верно. И Азазел, Азазель – это черт на иврите. Да, на иврите – это черт, да. Спасибо, спасибо большое, Равин, доктор Михаил Финкель. Спасибо, будьте здоровы. Дорогие друзья, программа «Черным по белому». Продолжение следует. Будьте здоровы и до встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова